Ганнибал родился в 247 году до нашей эры в Карфагене. Отцом мальчика стал Гамилькар по прозвищу Барка, Молния, известный военными походами против римлян. Ученым не удалось установить, кто был матерью Ганнибала. Судя по сохранившимся документам, он оказался первым сыном в семье, но не первым ребенком Барки. Ранее на свет появились три девочки, имена которых не сохранились. Братьями будущего военачальника стали Газдрубал и Магон. Род Гамилькара восходил к высшей карфагенской аристократе. Согласно некоторым источникам, у Барка был и четвертый сын, которого умертвили для жертвоприношения в 240 году до нашей эры. Насколько достоверен этот факт, осталось загадкой. В том же году мужчина по решению совета старейшин Карфагена отправился с военным походом в Сицилию. Когда Ганнибалу исполнилось девять лет, отец забрал сына с собой в Испанию. Перед выездом, по легенде, Гамилькар потребовал от наследника поклясться перед богами, что он с этого момента станет врагом Рима. Позднее обещание мальчика назвали Ганнибаловой клятвой. Уже находясь на испанской территории, будущий военачальник жил в военном лагере, учился у опытных воинов. Здесь же проходило и обучение мальчика. Учителями выступали карфагеняне и приглашенные греки. Вскоре Ганнибал вместе с младшим братом Гаструбалом начал участвовать в сражениях. В одном из таких боев, при осаде Гелике их отец вынужден был отступить. Чтобы защитить сыновей, Гамилькар увлек за собой врагов, направился к реке, но утонул. Юноши, отправленные с частью армии по другой дороге, были спасены. Личная жизнь Ганнибала окутана тайной. Тит Ливий в своих трудах писал, что, находясь в Испании, полководец женился на местной женщине. Предположительно, даму звали Эмилькой, так называют супругу карфагенинина античный поэт Силии Талик. Пара прожила вместе недолго, отправившись в Италию, стратег больше не встретился с любимой. Летописцы прошлых древних веков приписывали воину чрезмерную любвеобильность, обвиняли в сексуальных девиациях. Сообщалось, в частности, что в Апулийском городе Салапия у Ганнибала был роман с местной проституткой. После смерти Гамилькара новым главнокомандующим Карфагена стал его зять по имени Газдрубал. Он занимал пост недолго, вскоре мужчину убили. Должность перешла к Ганнибалу через голосование. Вскоре полководец организовал завоевательный поход, целью которого было расширение карфагенских территорий в северо-западной части Пиренейского полуострова. Силе его отрядов подчинились многие города, и только в Сагунте жители яростно отстаивали свободу. По их просьбе к Ганнибалу неоднократно приезжали послы из Рима, требовавшие Карфагенен прекратить насилие. Однако каждый раз переговоры оказывались бесполезными. После осады, продолжавшейся восемь месяцев, город сдался. Местных взрослых мужчин казнили, а женщин и детей продали в рабство. После успешной военной операции полководец продумал план действий по вторжению в Италию. Солдатам Карфагена предстояло преодолеть Пиреней. По пути бойцам приходилось вступать в схватки с село небольшими племенами, населявшими эту территорию. После долгого перехода в горах армия потеряла много воинов, но это не остановило Ганнибала в желании покорить Рим. Приход полководца в Италию стал неожиданностью и положил начало второй пунической войне. Направляющийся в это время в Испанию римский военачальник Публий Корнелий Сципион в срочном порядке развернул войска. Но удача не сопутствовала римлянам, и неся потери, они вынужденно отступили. Победив в очередной схватке, Ганнибал двинулся в направлении Рима. Вскоре ему посчастливилось вызвать на бой солдат Фабия Максима и Марка Минуцея Руфа. Однако Карфагенину не удалось разбить вражеские войска, Фабий смог заставить стратега прекратить сражение. К этому времени у солдат сына Гамилькара почти закончились запасы продовольствия. Тогда полководец решил изменить тактику и направился в Канны. Битва при Каннах оказалась одной из ярких в биографии Ганнибала. Тщательно продуманная стратегия, построение войска особым образом, в форме серпа, позволили быстро разгромить ряды римлян. Последние потеряли в битве 50 тысяч человек, в то время как Карфаген лишился 6 тысяч. За этим боем последовали и другие, завоеватель подчинял новые города. Однако в Нале и Капуе его настигли неудачи. Последний город, взятый карфагенинами, начали осаждать римляне. В итоге горожане сдались. Это поражение подорвало авторитет Ганнибала среди союзников. Начиная с 210 года до нашей эры полководец вел сражение с переменным успехом. Местности, отвоеванные его армией, постепенно возвращались кремленам. Чтобы поправить положение, военачальник послал брату Газдрубалу письмо с призывом приехать и помочь. Однако послание оказалось перехваченным, а сам Газдрубал вскоре пал на поле боя. Тем временем войска с Цепиона направились в Африку, где базировались солдаты армии Ганнибала, и нанесли сокрушительный удар. Узнав об этом, в африканские земли отправился и сын Гамилькара. В ходе сражений, поражение Ганнибала призами в 202 году до нашей эры, и переговоров полководцы смогли прийти к согласию и заключить мир. Таким образом закончилась Вторая Пуническая война. Ганнибал, оставшийся в живых после сдачи Карфагена римлянам, ушел в изгнание. Он общался с царем Сирии Антиохом III и правителем Вифинии Пруссием. Оба выступали против римского влияния. Однако последний изменил свои взгляды и выдал местонахождение военачальника солдатам. Поняв, что попал в окружение, Ганнибал принял яд из перстня, который всегда носил с собой. Причиной смерти полководца стало отравление.